Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин За спиной у меня находятся шильдики. Вы знаете, что это такие чугунные паспорта для локомотивов, для паровозов, для вагонов. Никого из железнодорожников ими не удивить. Но у нас очень интересная коллекция. Предоставили нам два наших железнодорожника, ветерана, которые не один год собирали подобную коллекцию. И в том числе есть шильдики необычной формы. Вот вы видите шильдик такой. Если хорошенько присмотреться к нему, написано «Филадельфия, США, февраль 1945 года. Заводы Болдуин». Это паровозы, которые доставлялись к нам на Красноярскую железную дорогу по Ленд-Лизу из Соединенных Штатов Америки через Тихий океан, пароходами во Владивосток и далее сюда, на полигон нашей Красноярской магистрали. 72% подвижного состава в конце Великой Отечественной войны – это были паровозы из Соединенных Штатов Америки. И вот Корж Владимир Александрович подарил нам, сотрудник, ветеран ДМТО, подарил нам подобную коллекцию. Пришел господин Мамонтов, тоже наш замечательный железнодорожник, посмотрел, говорит, а у вас нет таких шильдиков, какие есть у меня. Ну что ж, я тут припарковался неподалеку, пойдем, и вот еще 39 штук в нашу коллекцию. В том числе есть шильдики Руссобалта, есть шильдики Сормовские, Путиловские, наших братских социалистических стран бывших. Очень-очень много подобных раритетов. Ребятишкам, конечно, показываем, рассказываем, что такое Ленд-Лиз, что такое наша Красноярская воздушная трасса. У нас через Аляску шли самолеты из Соединенных Штатов Америки, доставляли их, как говорится, Красноярская воздушная трасса существовала, летели пилоты до города Красноярска, до нашего аэропорта. Зачастую они летели, используя лишь компас Кагановича, да, это железную дорогу. Вот, потому что там была своя система метрическая, это фунты, дюймы, вот, пока все это переводили в метры, зачастую случались трагедии. Очень много людей, летчиков, которые не долетели. И в окрестностях Красноярской железной дороги, города Красноярска, поднимают до сих пор разбившихся летчиков. Вот, у нас здесь, на территории города Красноярска, отворачивали крылья подобные, ну, этим самолетом. И затем на станцию «Бугач» переправляли, ставили хвост на полуторку, а передним шасси, по шоссе, за вот этой полуторкой, тянули подобным образом самолет на станцию «Бугач», и с нее уже по железной дороге самолеты шли на линию фрунта. В том числе это были те самые «Аэра Кобры», на которых воевал у нас по крышке, разбивал врага. Дело в том, что у нас Красноярская железная дорога дала родине 33 героя Советского Союза, одного героя России и шесть полных кавалеров Ордена Славы. Над нашим музеем вот буквально ушел от нас ветеран Великой Отечественной войны, более трехсот у него боевых вылетов было на Рождество, вот его не стало. Торских Михаил Константинович, это курсант Красноярской школы военных техников железнодорожного транспорта. К ребятишкам пришли в свое время на второй курс летчики и сказали, ребята, вы грамотные, наш воздушный флот потерял много живой силы. Вот, и поэтому переходите, бросайте свое железнодорожное мастерство, переходите к нам в качестве пилотов, инструкторов и в качестве летчиков. И вот, и железнодорожник, и в то же время человек, который всю жизнь был связан с авиацией. Вот, таких людей очень много. У нас, например, единственный герой России, это Михаил Мудров, обыкновенный слесарь с паровоза вагоноремонтного завода. Он сбил 40 самолетов. 30 лично и 10 в группе. По формальным причинам к званию героя он представлен не был, потому что пропал без вести. Его друг искал более 20 лет своего командира эскадрильи. Затем еще 20 лет по инстанциям ходили документы о присвоении высокого звания. А Советский Союз уже распался, и Ельцин своим указом присвоил звание героя России. А друг доказал, что приземлился Михаил Мудров на берег реки, на лед, и не приходя в сознание, через двое суток умер от ран. Летали без документов, поэтому похоронили как безвестного. Но в последнем бою сбил 6 самолетов. Очень выдающийся, замечательный человек. У нас герои Советского Союза получали это высокое звание не только за бои в годы Великой Отечественной войны, но у нас есть герои. Первый артиллерист вообще в Советской армии, наш красноярский железнодорожник, еще за бои на Холхенголе получил, за бои на озере Хасан тоже. Поэтому старые традиции. У нас есть паренек, в 19 лет, сцепщик со станции СОН, он получил все три степени полный кавалер Ордена Славы. Герою достаточно одного подвига, чтобы стать героем, а полный кавалер Ордена Славы – это три подвига. Вот такие замечательные, интересные люди есть. Это те люди, которые связаны с периодом войны. Тем более, что мы отмечаем в этом году юбилей. Конечно, мы обязаны их вспоминать, о них говорить и напоминать другим поколениям. Но я знаю, что есть и люди, которые связаны с жизнью и развитием железной дороги, и реки Угона. И, в частности, несколько персонажей, героев, людей, которые… Ну, там даже есть долгожительница, да? Расскажите о них тоже. Ну, вы знаете, у нас тот же самый плакат, который здесь поблизости меня расположен, приходит и гладит фотографии. Наша ветеран Тамара Михайловна Ширяева. Ей 101 год. Она в добром здравии еще посещает наш музей самостоятельно. Она училась с четырьмя героями Советского Союза в одной группе. И в том числе с таким курсантом Сосновским, вот, с Алексеем Сосновским. Она приходит, гладит эту фотографию. Это паренек, совсем молодой, 19 лет, который под Новгородом на высотке положил из пулемета порядка шести десятков немцев. Когда его окружили, последний гранатом взорвал себя. Ребятишкам тоже это рассказываем. И в том числе, значит, когда был на экскурсии один из классов, то девочка сказала, а это брат моего прадеда. И вот мы сделали встречу Тамары Михайловны Ширяевой, да? Человеку, которому 100 лет. И с этими ребятишками она встретилась и рассказала. Понимаете, какая память и что может запомнить с этим детям? У нас есть открытка, которую Тамара Михайловна принесла, нам в свое время подарила. Открытка очень интересная. На ней написано, Тамара, здравствуй, привет тебе с Кубани. Помни, что первый день, 1 сентября 1935 года, мы первый день пришли на занятия в школу военных техников. Началась наша студенческая жизнь. Пролетело уже 50 лет. Есть что вспомнить. Было много хорошего и плохого. Но мы живем. Живи, Тамара, до столетия. Счастья тебе, здоровья и удачи. С уважением, герой Советского Союза, летчик Фрор Чебурин. Его не стало через год после этой открытки, а Тамара Михайловна заветом героев верна. Она жива, здорова. У нас в экспозиции есть фотография, где ее маленькая дочка в 1946 году сфотографирована, а дочка у нее 1942 года. Стоит на обыкновенном венском стульчике. В платьюшке, которое было сшито из трофейного японского флага. Это дочь Тамары Михайловны Ширяевой. Сама Тамара Михайловна, как я говорил, она родилась при Колчаке 19 января 2019 года. А дочь ее, Наталья Алексеевна, она живет на Арбате, прилетает и ухаживает за мамой. Так вот, дочь жила в коммуналке вместе с Анной Васильевной Тимиревой. Это вдова Колчака, которая более 30 лет отсидела в лагерях. Там все закручено, связано. Да, много по-соседски интересного рассказывает. Мы рассказываем здесь, в экспозиции, у нас есть очень такое гипсовое панно, весом более 300 килограмм. Подарил нам в свое время это гипсовое панно друг Виктора Петровича Астафьева, скульптор Владимир Зеленов. С его сыном, отцом Константином, старообрядческим священником, довелось мне перейти пешком по льду озера Байкал. И вот звонит отец Константин и говорит, что папа хочет подарить вам подобное гипсовое панно. Мы приехали, вывезли это гипсовое панно и сейчас оно находится у нас в музее. На этом гипсовом панно изображена Первая русская революция. У нас была Красноярская республика и работники главных железнодорожных мастерских, сейчас это ЭВРЗ, поддержали всероссийскую забастовку в Первую русскую революцию, не получив вовремя майской получки ни 1, ни 2 июня 1905 года. Во второй половине дня 3 июня остановили железнодорожные мастерские, написали петицию на имя губернатора с требованием о снятии начальных железнодорожных мастерских и с красными знаменами, революционными песнями прошли через весь город и вручили эту петицию губернатору. При царе получку получали 1 числа за предыдущий месяц. Два дня подождали и пошли. Одно из требований железнодорожников было, помимо 8-часового рабочего дня, чтобы железнодорожников называли на «вы», а не на «ты». Одним из руководителей этого восстания был у нас Борис Захарович Шумятский. Очень интересная личность, очень интересная фигура. Человек, который сумел ночью выбраться из этих главных железнодорожных мастерских, которые находились в осаде у казаков, подвели регулярные войска, возвращавшиеся с Маньчжурии. Людей, по идее, по сути, строили между собой. Одним говорили, что пока вы этих бунтовщиков не подавите, вы не попадете домой, эту мятежную станцию, а другим говорили, что вы бьетесь за свое счастье. Так вот, Борис Захарович Шумятский, один из руководителей этой Красноярской республики, сумел, выбравшись из осады железнодорожных мастерских, сумел бежать аж в Аргентину. Когда свергли царя, то Борис Захарович вернулся и возглавил Центр-Сибирь, возглавил все социал-демократические организации Сибири и Дальнего Востока. И за две недели до взятия Зимнего дворца в Петрограде Борис Захарович Шумятский провозгласил Советскую власть на всем Трансибе, от Челябинска до Владивостока. Это тоже явилось толчком для взятия Зимнего дворца. Потому что военно-революционный комитет по подготовке восстания в Петрограде... Они долго обсуждали, но брать или не брать зимний. Сегодня рано-завтра поздно будут эти замечательные слова. Но одним из решающих факторов было, что за Уралом все уже советское. Железнодорожники захватили советскую власть, провозгласили на большой территории России. Мы здесь топчемся. Борис Захарович Шумятский в свое время был премьер-министром Дальневосточной Республики. Существовало такое небольшое буферное государство между Советской Россией и, собственно, белогвардейскими частями на Дальнем Востоке. Борис Шумятский, человек, благодаря которому существует на карте нашей Родины Бурятия. Человек, благодаря которому на глобусе мира существует Монголия. Это побратим Сухебатора. Человек, который имеет орден Монгольской Народной Республики за номером один Красного Знамени. Борис Захарович перед товарищем Сталином, который хорошо разбирался в национальных вопросах, сумел отстоять право Бурятии на свою государственность. Потому что товарищ Сталин собирался делать небольшие округа, вроде как Бурятский, Усть-Ордынский, Агинский, национальная округа. А Борис Захарович, он родился в Нижневудинске. Его батюшку после удачного, как говорится, в кавычках, покушения на царя в 1881 году, из-за того, что он был еврейского происхождения, его выслали в Нижневудинск. Выслали из столицы в то время евреев. Думали, что они были повинны в убийстве царя. И предложили сначала отцу Захару Шумятскому небольшое местечко в Белоруссии. Но Захар Шумятский сказал, что я типографский рабочий, что я там буду делать? Мне нужен город. Ах, тебе город нужен? Вот тебе, пожалуйста, город Нижневудинск. И молодой Боря знал и бурятский язык, и иидиш, и русский язык. И знал прекрасный потенциал бурятского народа. Таким образом, благодаря этому человеку есть Бурятия. — Скажите, а вы рассказываете о судьбе этого человека и других, о которых мы в начале программы говорили? Вы рассказываете в рамках экскурсии? Или у вас просто бывают встречи, семинары какие-то, я не знаю, там специальные дни? — Скажите, экскурсии, экскурсии рознь. Смотря какая публика, смотря кто, у кого насколько открыты уши, кто готов воспринимать, кому это интересно, кому достаточно получаса пройти по залам нашего музея. Кто-то заинтересуется, откроет для себя интересные новые страницы истории нашей Родины. Тот же самый, я, кстати, доскажу буквально про Шумятского пару слов. Это человек, благодаря которому в нашей стране появился ВГИК. Он возглавил Союз кино и из небольшого кинотехникума в 30-м году создал Институт кинематографии. Который скоро будет отмечать свой вековой юбилей. Этот человек, когда он возглавлял Союз кино, сняли «Волга-Волга», «Тринадцать», «Цирк», «Юность Максима». Многие такие художественные фильмы, за которые до сих пор не стыдно нашей Родине. У нас во многих-многих аспектах наша Красноярская железная дорога и есть чем похвастаться. У нас много очень интересных спортсменов вышли с нашей Красноярской железной дороги. Спортом у нас начали заниматься еще при царе-батюшке. Наш работник главных железнодорожных мастерских Красноярской, Климентий Буль, в 1911 году стал чемпионом мира по французской борьбе. А в 40 лет положил на лопатки поддубного. Климентию Буль было 97 килограмм, а поддубному 120. Это наш работник Красноярской магистрали, Сажин, в 19 лет стал чемпионом мира по шахбоксу. Три минуты играет в шахматы, три минуты боксирует. Наш работник Красноярской железной дороги Николай Леонардович Петшак переплыл Берингов пролив из Чукотки в Аляску в холодной воде. А возвращаясь к делам железнодорожным, я знаю, что именами инженеров названы станции. Да, вы знаете, у нас есть станция Башнякова. Башнякова – это те люди, которые первыми прокладывали Транссибирскую магистраль. И я в прошлое наше включение рассказывал вам о трех станциях, которые названы именами инженеров. Это Кашурников, Кашурникова, Стофата и Журавлева. Это три станции, названные в честь инженеров-изыскателей. Более того, брат, получается, жены Льва Николаевича Толстого, Вячеслав Андреевич Берс, человек, который работал на нашей Красноярской железной дороге. Прокладывал здесь железнодорожный путь вблизи станции Тайшет. А в годы Гражданской войны восстанавливал на нашем участке мосты, взорванные в результате отступления колчаковцев. У нас восстанавливал генерал Карбышев. В то время он еще не был генералом. А вы могли бы еще в завершении нашей программы еще об одном герое, об одном железнодорожнике, вернее, железнодорожнице рассказать? Причем такой довольно звучной фамилией, довольно известной – Шапира. Шапира Любовь Наумовна, ее не стало буквально 20 февраля прошлого года. А 14 марта она отметила бы 106-й свой день рождения. Она буквально две недели не дожила до 106 лет. Здравому миру, доброй памяти. Любовь Наумовна Шапира, она племянница того самого Шапира, Шапира и Аксельрот. Вот они издали книжку в 1899 году. У нас в музее эта книга есть. Книга в таком венском переплете. Называется «Виды Сибири и ее железных дорог». 1899 год. Другой ее дядька вместе с Владимиром Лениным учился в Казанском университете. На параллельном курсе. Вот Любовь Наумовна Шапира, она выпускница самого первого красноярского вуза, самого первого потока. Химфак лесотехнического закончила в 1936 году. Четвертый-пятый курс заканчивала в Свердловске. Весь профессорский преподавательский состав расстреляли, как врагов народа. А студентов перевели доучиваться в Свердловск. В дипломе стоит красноярский вуз. В 1940-м пришла на дорогу и возглавила химико-техническую лабораторию. Она одна химик была на всю дорогу. И вот у нее было пять девчонок-лаборантов. И вот химики-то на железной дороге, они нужны для того, чтобы смотреть за уровнем накипи. Фашисты, когда буквально в первую неделю войны взяли Минск, отрезали от производства антинокипина всю нашу страну. И пришлось, любовь на ум, не шапиры, у нас придумывать вот эту формулу антинокипина для дорог Сибири и Дальнего Востока. Она справилась с этим. И поэтому такая вот уникальная формула, как кальций, триматрифосфат, адсорбент, еще ряд составляющих. Это вот разработка Любовь на ум и шапиры. Если бы она это вовремя не сделала, не перебросили бы вовремя сибирские дивизии под Москву. Благодаря таким людям, как Любовь на ум, мол, это человек, который приблизил победу. Все забыли, в принципе, об этой бабушке, да? Доложили мы начальнику дороги и на столетие вручили ей золотой значок почетного ветерана Красноярской железной дороги, премию. Все это передали уже в Израиль. Буквально после кризиса 2008 года ее младшая сестра вывезла ее в Израиль. И мы перезванивались. И отбивал ей телеграмму поздравительную. Я хочу вас поблагодарить за эту беседу, поздравить вас в том числе с юбилеем Победы и в том числе о том, что вы рассказываете о делах Победы и о подвигах железнодорожников. Спасибо вам большое. Здоровья вам. Удачи, успехов. Редактор субтитров А.Семкин